Такого в столице края не было, пожалуй, никогда. За два года отремонтируют 79 улиц и магистралей в разных частях города. В основном наиболее загруженные, либо те, по которым будут ездить участники будущей универсиады. Самые грандиозные работы затронут центр. Уже в этом году отремонтируют улицу Карла Маркса, Дубровинского, Вейнбаума, Перенцона, Белинского и Проспект Мира. Начнут уже 22 апреля. Перекрывать дороги будут поэтапно. Предварительный график сейчас на экранах. Специалисты еще продумывают, как сделать так, чтобы красноярцы не стояли в изнуряющих пробках. Предполагается приступить к выполнению работ по ремонту улицы Дубровинского после того, как будет запущен участок Карла Маркса от профсоюзов до Вейнбаума. Начало производства работ на каком-либо участке прогнозируется, исходя с наименьшей интенсивности движения, дорожно-строительный сезон и сроков выполнения работ. Так, например, в период производства работ по улице Карла Маркса, Мира, Дубровинского, будут проводиться работы в частичном перекрытии движений по улице Вейнбаума, наименьшая интенсивность движения по которой приходится на июнь месяц. В связи с чем на этой улице будут проводиться в течение работы июля месяца. Наведут порядок также на улицах Игарская, Лесопарковая и Елены Стасовой на проспекте Красноярский рабочий. Построят два пешеходных перехода на партизана Железняка в районе строительства Ледового дворца и на 9 мая, где арена Север. Только в этом году на дорожные работы выделили свыше миллиарда рублей. Это в шесть раз больше, чем было в 2016-м. Эдхам Макбулатов заявил, что задача глобальная. Преобразиться должны не только центральные улицы, но и весь город. При этом нужно обязательно учесть мнение красноярцев. Мы не можем ставить вопрос таким образом, что мы разобьемся в лепешку и в универсиаде сделаем два десятка улиц, и они будут образцового содержания. Люди у нас живут во всех точках города. Город мы провозглашаем, идея, что город у нас должен быть городом безокраин. Поэтому не случайно, и мы на схеме это показывали, ремонтные работы в уличной дорожной сети касаются всех районов города, а не только тех районов, где у нас расположены объекты универсиады. Подготовили программу благоустройства. На нее предусмотрено не меньше 450 миллионов рублей. При этом львиная доля денег пойдет на ремонт дворов. Приведут в порядок больше 200. Сейчас в администрации определяются с критериями отбора. Планируется, что претендовать на ремонт смогут дворы, построенные раньше 2006 года. Учтут о состоянии площадок, и то исправны ли жильцы платят за коммуналку, а также участвуют ли в конкурсах на самый благоустроенный двор города. Сейчас все нюансы программы будут продумывать, но Красноярску есть на кого ориентироваться. Такой же капитальный ремонт пережила и Казань, когда готовилась к универсиаде 2013 года. Было полное понимание необходимости подготовки, проведения этих работ. И, что немаловажно, мы действительно готовились всем миром. Мы обошли и предприниматели, и отельеров, и рестораторов, и обслуживающие бизнесы. Везде было непросто понимание. Каждый старался сделать в рамках их возможностей все самое лучшее. Удастся ли и Красноярску ровно пройти этот подготовительный период, покажет время. Во всяком случае, в администрации заявили, они готовы к диалогу с горожанами и будут тщательно продумывать все работы. Ольга Тишинина, Максим Галат, Новости.